Не то чтобы проблемы были в обществе. Само общество — это проблема. Что такое общество? Самая маленькая ячейка общества — это семья. Далее идут другие элементы. Сегодня, наверное, крупнейшей ячейкой общества является нация. Мы говорим о глобальной деревне, но так бывает только в киберпространстве, в мечтах. Вы видите, что как только случается пандемия, возникает дефицит чего-либо, сразу же проявляется первый уровень разделения людей — по нациям. Нация против нации. Если ситуация ухудшится, возможно, это будет регион против региона. Если пойдет еще дальше, то сообщество против сообщества, семья против семьи. Такой порядок. Только когда наступает кризис, вы понимаете, какой порядок и какова структура общества. Так что самой базовой единицей социальной структуры является семья. Разве это плохо, что люди объединяются вместе? Я этого не говорю. У всех животных есть свои общества. У слонов свои общества, у павлинов, как вы видите, есть, по крайней мере, семьи. Вы видите их каждый день. Так же и у каждого существа. Так и мы, по этому же принципу, создали свои общества. И, конечно же, люди пропагандируют философии. Человек — это социальное существо. Человек — социальное существо, когда он беспомощен. Как только он наделяется силой, он хочет быть один. Когда ему что-то нужно, ему нужны люди. Когда ему ничего не нужно... Итак, человек находится где-то посередине. Человек находится где-то между своими нуждами и стремлением выйти за рамки потребностей. Даже те люди, которые глубоко запутались в своих тягах, пристрастиях, даже они, если посмотреть на это очень внимательно... Например, кто-то пьет. Кажется, с завтрашнего дня начнут продавать алкоголь. Просто объявление. Если вы не опьянены постоянно, как я, то для вас я говорю в связи с тем, что правительством штатов нужен доход, а алкоголь — это значительная статья доходов для них. Таким образом, не только пьяницы жаждут этого. Или, может быть, они уже и пить бросили, кто знает, за 38 дней карантина-то. Один из членов местного собрания в Раджастане сказал, если нанесение дезинфицирующего средства на основе алкоголя убивает коронавирус, то его употребление обязательно убьет его в горле. Но для этого требуется 70-процентный спирт. Если вы выпьете 70-процентный спирт... Что ж... Вы освободитесь от тела. Станете призраком. Таково желание человека. Кто-то напивается не для того, чтобы приносить доход государству. Будьте уверены в этом. Человек напивается только потому, что хочет быть свободным от того, что его беспокоит. Может быть, его беспокоит собственная психологическая структура. Может быть, жена терзает его. Или его беспокоят финансовые проблемы. Свобода. На языке отелогу есть поговорка. Чем бы вы ни болели, алкоголь — это лучшее лекарство. Потому что он излечивает все на какое-то время. Неважно. Если у тебя рак, просто напейся и примерно на 6 часов у тебя не будет рака. У тебя вирус — напейся. На 6-8 часов вируса не будет. А может, и сам вирус опьянеет и уйдет. Мы не знаем. Так заявляет тот политик. Люди пьют, употребляют наркотики. Я привожу в качестве примера все самое компульсивное. Они это делают, чтобы быть свободными. Люди работают каждый день, потому что думают, что хотят быть свободными от своих финансовых проблем. Так что стремление стать свободным на некотором уровне, каким бы ни был уровень, это зависит от индивидуального опыта. Это то, что распаляет человеческую деятельность в самых разных формах. Мы хотим быть свободными даже от гравитационного воздействия планеты. Так что мы хотим отправиться в космос. Это стремление стать свободным. Поэтому, когда вы так хотите стать свободными, разве не пришло время? Как стать свободным? Что вас связывает? Потому что, если вы хотите стать свободными, вам не нужно думать о свободе. Вам нужно внимательно посмотреть на связывающие вас веревки. Если вы посмотрите на веревки, которые вас связывают, то, естественно, вы начнете говорить о мукти. Так что мы внимательно рассмотрели то, что связывает человека. Главное, что связывает человека, это лишь… Сегодня стало модным говорить, я утренний человек, я вечерний человек. Они хотят сказать, что не могут вставать рано утром. Их тело вялое. Так что они встают в 9 утра. Очевидно, что они спят допоздна. Кто-то другой скажет, я утренний человек, я не вечерний человек. Если вы попросите его задержаться до ночи. Где бы он ни сел… Поскольку у него такая проблема, он ложится спать рано. И, естественно, утром тоже встают рано. Я хочу сказать, что люди отождествляют себя буквально с чем угодно. И они думают, что такова их природа. Кто-то все время злится, бросается на людей, если спросить его… Он скажет, такова моя природа, что поделаешь? Ваша единственная проблема в том, что вы перепутали свою личность со своей природой. Вот и все. Вот и все ваши проблемы в жизни. Вы подменили свою изначальную природу, неосознанно созданную вами самими личностью. Вы думаете, что такова ваша природа. Я злой человек, я несчастный человек, я радостный человек. Это не ваша природа. Неважно, хорошая она или плохая, это не ваша природа, это ваша личность. Ваша личность – это калаш из многих вещей. Возможно, вы подобрали хорошие цвета или всякие гадости, мы не знаем. Если вы подобрали хорошие цвета, люди скажут, он хороший человек. Если так говорят другие, это нормально, потому что другие могут видеть только мою личность. Они не могут видеть мою природу. Но если я не вижу свою природу, если я не испытываю мою собственную природу, это значит, что я надел маску и забыл. Не маску от вируса. Полную маску. Это плохой пример. Потому что сейчас все везде носят маски. Теперь вы даже не узнаете, кто грабитель банка. Банкиры и грабители банков будут выглядеть одинаково. Мы живем в очень сложное время. Итак, вы надели маску. И в маске вы встаете перед зеркалом. Вот как я выгляжу. Это моя природа. Это очень глупо. Но именно так делает почти весь мир. Они перепутали свою личность со своей изначальной природой. Так что мукти означает, что вы поддерживаете небольшую дистанцию с тем, что вы создали. Это мукти. Значит ли, что я попаду в рай? Рай — это ловушка. Да. Если вы застраните в раю, вы даже выйти оттуда не сможете. Разве это не ловушка? Если отправишься в ад, по крайней мере, будешь гореть. Если сгоришь, все закончится. Но рай — это ловушка. Медовая ловушка. Да, это так. Когда мы говорим мукти, мы не говорим о небесах. Мы не говорим о том, чтобы куда-то попасть. Мы говорим только о том, что хотим отделиться от того, что мы создали и в чем застряли. Мы хотим быть здесь, сидеть здесь и пульсировать как жизнь. Не думать как личность, не чувствовать себя личностью, не делать того или этого. Не то, чтобы вы не могли этого делать. Но вы знаете, что это просто как одежда. Вы носите одежду, но это не вы. Точно так же. Вот почему мы создали разные методы. Одним из важных методов в этом является, когда люди говорят мукти, обычно подразумевается преданность. Мукти означает бхакти. Обычно бхакти — это путь к мукти. Есть и другие способы, но это самый быстрый способ, потому что эмоции по-прежнему являются самой большой частью человека. Бхакти означает обнажение самого себя. Это означает, что вы убрали все. Убрали не только одежду, но и тело, и выстроенные вами структуры, и прежде всего вашу личность. Только по причине вашей личности приобрела значение форма вашего тела, ваша прическа, цвет вашей кожи. Все стало важно только из-за вашей личности. Если ваша личность остается в стороне, если она такая же свободная, как и эта, тогда вы достигли мукти. Если в обществе есть проблемы, скажите мне, кто будет служить лучше? Те, кто свободен от своей чепухи, созданной ими же, или тот, кто погряз в своих заблуждениях? Решать вам. Если нет мукти, разные люди находятся на разных уровнях свободы. У некоторых людей есть свобода, у других сильное навязчивое поведение. Но если у вас не будет навязчивостей, вы будете самым полезным человеком на планете. Вы будете самым эффективным человеком на планете. Мукти требуется, на каком бы уровне вы ни находились. Не важно, где вы. Не стоит думать о мукти, освобождении, о том, чтобы парить в небе. Парить в небе — это не мукти. Когда я был маленьким, меня привлекало все, что летает. Я часами лежал на террасе у себя дома. Если бы вы видели некоторые из моих детских фотографий, на них я весь сгоревший, моя кожа всегда сгоревшая. Потому что в течение многих месяцев я просто лежал на террасе каждый день, часами напролет, просто наблюдая за коршунами и орлами, которые летали в небе. Много лет я смотрел на них, прежде чем вдруг понял. Они там, в вышине, но они всегда смотрят вниз. Я здесь, на земле, но я смотрю вверх. Я смотрю на птицу, на орла. Нельзя сказать, что он счастлив. Иногда он счастлив. Но большую часть времени он обеспокоен. где мышь, где змея. На самом деле, он сейчас в офисе. Зарабатывает себе пропитание. Мы думаем, птица в небе, свобода. Да? Представление о свободной птице в небе заставило меня собрать собственный дельтаплан. И так я сломал сразу обе ноги. Потом я понял, что они летают там, в вышине, и всегда смотрят вниз. Потому что всё, что по-настоящему ценно, находится здесь, внизу. Мы сидим здесь и смотрим вверх. Я, по крайней мере, смотрел на птиц. Многие из вас смотрят... Нет, не в стратосферу. Там, наверху, вы ищите рай, небеса. Но к тому времени, как вы сделаете это, планета уже переместится. В любом случае, мы на 11 градусах широты. С этого момента, когда вы захотите указать на рай, это ноль. Вот где рай. Ваша личность — это структура, которую построили вы, маска, которую вы создали, и теперь не можете её снять. Это ужасная жизнь. Если вы не можете снять её, какой тогда смысл? То, что вы надеваете, вы должны быть в состоянии снять тогда, когда захотите. В противном случае, вы запутаны. И поэтому, во многих отношениях, становитесь калекой. Если сейчас вы не можете снять маску, из-за того, что этого требует закон, это другое дело. Но если вы не можете снять её, вы не видите ничего таким, как оно есть. Однажды, Шанкаран Пилай работал в горах, в Химачал-Прадеше. Ему из Чинаи позвонила его жена и спросила, «Как там погода?» Он ответил, «Не знаю, ничего не видно, всё в тумане». Здесь то же самое. Когда вокруг туман, когда вы в тумане собственной личности, вы не видите ничего таким, как оно есть. «Мукти» означает только то, что вы развеяли свой туман. Теперь вы можете видеть всё таким, как оно есть. Теперь эта жизнь свободна. Теперь вы можете решать, что с ней делать. Сейчас вы не можете решить, что с этим делать, потому что это старая информация, старое программное обеспечение определяет, куда вы идёте. Что бы вы ни пытались делать, если вы сидите с этой стороны, когда из кухни запахнет едой, вас утянет сюда. В центре йоги Иши есть одна проблема. Мы всегда говорим вам, медитация происходит лучше, когда вы слегка голодны. Тогда вы подумаете, «Нет, я сяду вон туда, а здесь кафе Pepperwine. Нет, я не хочу всего этого, пойду посижу там». А там ресторан Mundrampiray. Здесь есть много разных закусочных, так что где бы вы ни сидели, будучи немного голодными. Я знаю, что вы настроены решительно. Но есть определённая тяга. Пока присутствует тяга. Тяга значит, мы снова и снова идём по одному и тому же маршруту. Это значит, что мы ходим кругами. Хождение по кругу означает, что мы ни к чему не придём. Мне всё равно, в мире же полно проблем. Вы не понимаете, что проблемы только из-за вас. Потому что таких, как вы, много. Людей, оказавшихся в ловушке собственного хлама. Вот почему существуют проблемы. Иначе в чём проблема? Если бы у людей не было компульсии и тяги, о каких проблемах в обществе может быть речь? Тогда не было бы проблем. Но нам нужно кормить население. Рост населения был бы под контролем. Не будь у вас компульсивной тяги. Всё было бы так, как мы хотим. Мы могли бы решить, что должно происходить, что не должно происходить. Но сейчас всё, сама структура общества, происходит из компульсии человека. Но мы думаем, что это наша природа. Это не ваша природа. Вы путаете свою личность с вашей изначальной природой. Весь духовный процесс заключается именно в этом. Отделить то, что вы создали, и то, что есть на самом деле. Жизнь. Вот и всё. Это мукти. И это должно произойти сейчас. А не когда вы отправитесь куда-то ещё. Простите, сюда. Пожалуйста. Это информация для всей страны? Полная изоляция? Полная изоляция? Было объявлено, что изоляция по всей Индии продлена ещё на две недели, начиная с 4 мая. Таким образом, изоляция по всей стране продлевается до 17 мая. Но с некоторыми послаблениями для определённых бизнесов, определённого типа промышленности и ещё каких-то ниш. Продление до 17-го может показаться суровым. Но это мудрое решение. Если говорить об этих пандемиях, то наш самый недавний опыт пандемии это то, в чём обвиняют испанцев. Испанский грипп. Но испанский грипп начался не в Испании. Первые случаи были замечены в США. Мы не знаем, где именно это началось, так как до сих пор не утихают споры о том, где же это действительно началось. В наши дни с информацией всё гораздо лучше. Так что мы, возможно, сможем определить точно. В те дни никто точно не знал, где это началось. Но первые случаи заражения были замечены в США и только затем в Испании. Поскольку было свободное перемещение, вспышка произошла в Испании. И это унесло жизни 50 тысяч, простите, 50 миллионов человек. В те дни, когда население составляло всего лишь 1,6 или 1,7 миллиарда человек, пандемия унесла жизни 50 миллионов человек по всему миру. В Индии погибло 18 миллионов человек. Из этих 18 миллионов человек один большой сегмент, мы не знаем точное число, вполне возможно, как минимум 3-4 миллиона человек умерли от голода, потому что британские войска забрали всю еду в свою страну или с собой в Европу, где им нужна была еда. Поэтому они забрали всё силой. По оценкам, от 3 до 6 миллионов человек умерли только от голода. Но вы не можете отделить людей, которые умирают из-за вируса и людей, которые умирают от голода, потому что тогда всё перепутается. Никто точно не знает, но, возможно, из-за голода вы становитесь более уязвимыми для вируса. Мы не знаем всех причин, но в любом случае в этой стране погибло 18 миллионов человек. Плохая новость в том, что и тот вирус, испанский грипп, также начался где-то в феврале-марте. Набрал обороты и угас. А затем пришла вторая волна в конце августа, в сентябре-октябре. И именно вторая волна унесла максимальное количество жизней. Так что сейчас не время. Многие люди думают, «Это закончится завтра». Поэтому, начиная с четвертого числа, они будут праздновать, прыгать по улицам. Это было бы хуже всего. Сейчас люди протестуют, особенно в США, где число погибших превысило 60 тысяч человек. Вооружённые люди выходят на улицы и протестуют. Одна парикмахерская в Техасе. наняла двух тяжело вооружённых охранников. Они стоят перед входом, «Мой бизнес останется открытым, это моё право», с вооружёнными людьми. Подобное будет нам дорогого стоить. Даже если так будет вести себя один процент населения, это будет иметь серьёзные последствия. К счастью, смерть от этого вируса не так высока, как от испанского гриппа. Но с другой стороны, люди могут переносить его без каких-либо симптомов. Без симптомных переносчиков очень много. Это самая большая опасность. Всё население может его переносить, и никто не узнает этого, и люди продолжат умирать. При испанском гриппе симптомы развивались очень быстро. Смерть также наступала быстро. Он не пощадил ни одну возрастную группу, но этот вирус может уничтожить пожилое население и нанести вред молодому. Молодые люди не защищены от него. Молодые люди могут выжить, но получить воспаление вокруг сердца и лишиться способности жить полноценной жизнью во многих смыслах. Каждый день появляется всё больше и больше подробностей. У нас по-прежнему нет полной картины, но как бы сурово это ни было, ещё две недели, когда лето станет жарким, нам повезло, здесь раз в два-три дня идут дожди. В остальном, в городах, лето становится жарким. Люди живут в маленьких квартирах, я могу понять уровень их недовольства. они думали, что выйдут завтра после полночи, но это продолжается. Это очень сложное решение для правительства. Все мы должны ценить в условиях испытаний, которые существуют, экономических вызовов, которые стоят перед страной, они всё же принимают это решение в интересах народа. это очень смело. Политически это очень вредно для любого, кто принимает такие решения. Но это правильный поступок. Мы должны продолжать эту изоляцию. Шаг за шагом делать послабление для промышленности и экономической деятельности. Ещё две недели по всей стране. Мы думали, что это будет зависеть от штатов, от выбора отдельных штатов. Но теперь, после бесчётных консультаций со всеми экспертами, они пришли к этому, и мы должны уважать и соблюдать это. Вся страна должна соблюдать это. Сейчас необычные времена. Очень важно, чтобы в Индии мы избежали второй волны. Возможно, нам придётся надолго отказаться от международных поездок, что будет очень дорого стоить в стране. Но это лучше, чем потерять часть населения. Мы можем восстановить то, что было разрушено, но если мы мертвы, мы не сможем ничего сделать. Люди говорят, да что этот вирус делает? Когда в Америке погибает 60 тысяч человек, люди задаются вопросами о своей свободе и обсуждают это. Я всегда замечал, что стоит только произнести слово свобода, как люди становятся безответственными. Вот почему мы говорим об ответственности. Ответственность это инструмент для достижения свободы. Там, где нет ответственности, не будет и свободы. Если мы говорим о свободе, мы будем совершать странные поступки против самих себя. Настало время для каждого гражданина быть по-настоящему ответственным, выразить нашу ответственность. Вы служите миру, просто ничего не делая. Разве это не фантастика? Это также означает огромные финансовые затраты для нас выше, потому что это значит, что обеспечение питанием для тысяч человек продолжится и возможно эти цифры увеличатся. Сейчас я хотел бы поблагодарить и поздравить человека, который забрал картину, которая заняла у меня всего около 40-42 часов работы. Он забрал ее за более чем полмиллиона долларов. Не из-за моего художественного мастерства. Он внес эти деньги благодаря состраданию в его сердце. Сейчас появилось много времени, чтобы рисовать. Еще две недели изоляции.